Меня зовут Владимир Песков, как меня уже представили. Я занимаюсь развитием бизнеса в компании Русоникс. Русоникс занимается хостинг-провайдером. Русоникс занимается хостингом, соответственно, он хостинг-провайдер. Коллеги, я понимаю, что сейчас уже вечер, и все вы, скорее всего, устали. Скажите, пожалуйста, кто из вас любит копибар? Отлично, они как раз сегодня будут. Это вопрос для того, чтобы вы оживились. Вы знаете то, что существуют разные виды хостинга? А вы знаете, почему один хостинг стоит дороже, а другой стоит дешевле? Например, почему Шайред хостинг стоит дешевле, чем ВПС хостинг? Кто-нибудь знает? Просто руки поднимите. Ну, хоть один. О, отлично, коллеги. Итак, к чему это был вопрос? Потому что я сегодня буду вам рассказывать про серверы с обслуживанием и серверы без обслуживания, то, чем они отличаются. Но для того, чтобы понять изначально, чем они отличаются, нужно понимать, что это такое в принципе. Итак, давайте с вами начнем. Какие основные варианты хостинга бывают? Естественно, есть и другие, но это именно основные, с которыми чаще всего вы будете встречаться. Для начала вырезка из Википедии, что такое хостинг. Это такое формальное определение для того, чтобы вы представляли, что хостинг – это то место, где хранится ваш сайт. То место, которое делает сайт доступным всегда для того, чтобы ваши клиенты 24 часа в сутки смогли осуществить свой заказ. Соответственно, основные виды хостинга – это shared hosting, самый дешевый, WPS-хостинг, про который я сегодня буду рассказывать. Есть еще вариант DS-хостинг – это выделенные серверы, но сегодня я про них разговаривать не буду, потому что это будет отдельный разговор, выделенные серверы, и там у них своя атмосфера. Итак, shared hosting. Что это такое и с чем это едят? Shared hosting напоминает общественный транспорт. Ситуации бывают совершенно разные. Вы можете домой возвращаться, в час ночи у вас будет свободный автобус, все у вас будет хорошо, все у вас будет прекрасно. Вы можете с утра ехать на работу. В таком случае у вас, соответственно, уже будет картинка, которая у вас как справа. То есть у вас будет много народу, вам уже будет дико дискомфортно. Идеальный вариант, кстати, это будет DS-сервер, когда вы будете ехать как на своей собственной машине. И, соответственно, самый последний вариант может быть, если вам хотелось очень сильно сэкономить, и вы купили квартиру в Выхино. Соответственно, у вас может быть такая картина наблюдаться. К чему все вот эти вот картинки были? У вас может быть интернет-магазин, который не создает нагрузки. Но из-за того, что у ваших соседей там нагнался трафик, например, с директора, директа, либо у вас какая-то сезонность, например, как новогодние отпуска у всех на чилисте, либо наоборот подарки закупать, либо 8 марта, 23 февраля. У ваших соседей может быть куча клиентов, а при этом ваши клиенты, находясь, если вы размещаетесь на шерет-хостинге, не могут достучаться до вашего сайта, потому что весь сервер занят путем предоставления ресурсов вашим соседям. Соответственно, если резюмировать кратко, то это будет примерно такая картина. То, что на одном сервере находится около 500 клиентов, у всех у вас будут общие ресурсы. То есть, например, если вам нужна оперативная память, она уже вся занята, вам ее никто не даст, точнее, система не даст вам ее. И за счет этого у вас будут достаточно жесткие лимиты и отсутствие гибкой нагрузки, потому что на один сервер устанавливается одна операционная система, и под эту дудку должны плясать все клиенты, которые находятся на этом сервере. Это как медаль, на самом деле. У нее есть и вторая сторона, она очень бюджетная по стоимости. То есть тарифы для шерет-хостинга, они могут начинаться и со 100 рублей, и с 200 рублей и так далее. То есть на нем можно, на самом деле, очень сильно сэкономить. Но опять же, если у вас сайт-визитка какой-нибудь, то это будет самое оно, на самом деле. Гораздо интереснее ситуация стоит в ВПС-хостинге. Несмотря на то, что технологии очень похожи, в том плане, что для вас, как для клиентов, то есть у вас будет один большой сервер физический, на котором будет размещаться несколько клиентов, но они будут размещаться принципиально по-разному. То есть в данном случае у вас будет ограниченное пространство, причем четко ограниченное, при этом, если вы в рамках своего пространства чего-то не используете, например, у вас выделено 2 гигабайта оперативной памяти, а у вас на данный момент используется только один. Соответственно, второй, который вам тоже принадлежит, его никто трогать не будет. За счет этого создается эмуляция того, то, что у вас будет свой выделенный сервер. Соответственно, если физическая машина будет, это было затронуто в предыдущем докладе, если физическая машина будет с виртуализацией, это не всегда хорошо. С этим нужно уметь обращаться. И как раз если хостинг-провайдер представляет вам услугу на базе ВПС хостинга, то есть виртуального сервера, соответственно, они уже знают, как с этим обращаться. Поэтому виртуализация – это хорошо именно в этом исполнении. Также, если у вас на вашем сервере, на котором находится ваш интернет-магазин, сломается жесткий диск, именно за счет средств виртуализации вас можно будет без проблем перевести на другой сервер, а тот, который сломался по каким-либо причинам спокойненько, починив другое время. Это достигается именно с инструментами виртуализации. Я сейчас говорю именно про хостинг Русоникс, и там это сделано при помощи виртуоза. И, соответственно, здесь будут немного иные цифры, если сравнить с шеред хостингом. То есть на одном сервере тоже будет находиться некоторое количество клиентов, но это количество будет в разы ниже. То есть ниже плотность, ниже нагрузка, и, соответственно, каждому из клиентов будет комфортнее работать. Ресурсы будут уже гарантированы и выделены. То есть, как я говорил раньше, если вы их не используете, их никто другой не трогает. Гибкие лимиты. Это выражается в том, что если у вашего бизнеса ярко выраженная сезонность, либо вы запускаете какую-то рекламную кампанию, то, соответственно, вы на этот период можете докупить ресурсы. Когда это все закончится, когда это уже потеряет актуальность, вы эти ресурсы можете обратно отказаться от их использования. Соответственно, вы более рационально будете использовать свои же средства, свою же выручку и свою прибыль. Также, как дополнительный вариант, так как на одном сервере можно установить много разных операционных систем, то есть вот этот сервер поделен на квадратики, и в каждый квадратик можно установить свою операционную систему с своими потребностями. Соответственно, это все можно строить. Как оборотная сторона, нужны навыки администрирования. И вот тут я вам хочу более подробно остановиться, что такое с администрированием сервера, что такое без администрирования. Так, серверы без обслуживания. Что вам предлагает, какие возможности вам предлагает сервер без обслуживания? Вы можете установить совершенно любое программное обеспечение, как хотите, как на своем выделенном сервере. Вы можете, вам нужно будет самостоятельно его обслуживать, то есть устанавливать патчи, обновления, исправлять баги. При этом у вас будет полная свобода действий, либо у ваших программистов, которые позволяют вам все это делать для себя. Например, сейчас существуют специальные модули для SEO-оптимизации, которые сами там за вас все делают, но порой на все серверы это можно установить. Если у вас будет сервер без обслуживания, у вас будет полная свобода, что хотите, то и делайте. Как видите, тут ключевой момент будет то, что вы сами, 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 сами. При этом у вас может быть как отдельно выделенный инженер для этого, специалист кто-то, либо вы можете просто платить какой-то сторонней компании, которая за вас все это будет делать. У сервера с обслуживанием все обстоит немного иначе. То есть сервер с обслуживанием – это примерно такая картина. То есть если одна копибара у нас требует внимания, ну, соответственно, вам нужно будет подойти к ней и почесать. А если у вас сервер с обслуживанием, то есть специальные люди, которые проходят, и каждый сервер проверяет, все ли с ним в порядке, при необходимости почесывают, причесывают, кормят и так далее, тому подобное делают. Соответственно, сервер с обслуживанием предлагает вам следующие вещи. Это старт сервера со всем необходимым ПО. То есть вы выбираете, например, настройки под… Вам нужен WPS сервер с настройками под Bittrex, там с таким-то параметром, там гигабайты и гигабайты выбирайте себе самостоятельно уже. Автоматическое обновление ПО, своевременная установка патчей, заплаток, мониторинг сервера и так далее. Это выражается в том, что есть люди, которые будут ходить по каждому серверу, точнее, они не сами ходят. Клиентов много-много-много, задачи примерно одинаковые, специальный пучок бегает по всем сайтам, проверяет, все ли у них в порядке. Если что-то не в порядке, он отправляет информацию в саппорт, либо саппорт и клиенту в зависимости от критичности. Немного подробнее об этом установлюсь. Если, например, ему требуется операционная система обновиться, незначительный такой минорный апдейт будет, то, соответственно, отправляется тикет только в саппорт. Если у клиента заканчивается дисковое пространство, то обычно отправляются два тикета. Первый отправляется продажникам для того, чтобы они сошли до продажу. Второй отправляется клиенту с предупреждением. Ну и при этом уже клиент принимает окончательное решение, потому что у него, например, бэкапа слишком много на остальное место занимает. Их можно спокойненько старые потереть и место освободиться. Либо папка upload у него разрослась, там для неимоверных размеров, тоже ее почистить и все будет хорошо. Поэтому все это принимается индивидуально в каждом случае, поэтому тикеты генерятся. Соответственно, восстановление работы и восстановка из бэкапов занимается силами провайдера. Вверху мелким шрифтом написано опционально, потому что бэкап может быть платный, может быть бесплатный. Это все зависит от конкретного провайдера. И есть SLA. SLA – это соглашение о качестве обслуживания. Надеюсь, вы про него слышали. Если не слышали, то тот уровень услуг, ниже которого просто нельзя зайти. Если заходит, то там начинается компенсация, выплаты там вплоть до полного трат стресса. Если подвести итоги, у каждого из обоих вариантов есть свое преимущество. Вам нужно просто понять, есть ли у вас человек, который может это сделать, настроить, либо вам нужно просто воспользоваться какой-то сторонней помощью. Так, и теперь на правах рекламы. У меня на самом деле есть два объявления. Во-первых, все наши серверы подставляются с обслуживанием, соответственно, вы их можете попробовать бесплатно. И также мне бы хотелось объявить, мы устраивали небольшой конкурс. И плюс, вы знаете то, что вы внизу мороженое можете покушать в обмен на визитку? Это надо после доклада сказать, что сейчас обошли. Да нет, наоборот, сейчас как раз-таки будут вопросы, и самый прекрасный момент будет. В общем, внизу в визитке меняется мороженое, плюс мы проводили небольшой конкурс в социальных сетях. Я хочу отдельно поговорить о трех местах. Третье, второе, первое будет сейчас. Это Кирилл Мигунов ВКонтакте, JackDlete, я не знаю, как это прочитать. Это хуже, чем транскрипт китайского в инстаграме. И EnvySmile, они все заняли призовые места. Обратитесь, пожалуйста, к нашим коллегам внизу на стенде Rusonics и получите свое небольшое, но приятное ништячок от компании Rusonics. На этом у меня все. Спасибо за внимание и рад буду ответить на ваши вопросы. Владимир, спасибо. Вопрос. Сервер с обслуживанием, какие имеют ограничения на, например, установку ПО? То есть вы же не все подряд будете ставить? Ограничения есть. Самое главное ограничение, в которых есть сервер с обслуживанием, это очень важно заметить, у них отсутствует рот-доступ. Программное обеспечение, если вам какое-то нужно, просто пишите в саппорт и они уже говорят вам, что можно установить, либо альтернативу, которую можно установить. А как это определяется? То есть клиент пишет, я хочу, мне нужен там Redis, мы дополнительно с ним работаем. Поставите. Индивидуально. Каждый вот этот случай, на самом деле, таких запросов достаточно мало приходит, поэтому это еще не поставлено на поток. И каждый момент… То есть это решается исключительно вы, то есть пока нет никакого жесткого регламента, вы определяете просто уже исходя из продаемости. Да, потому что они могут поругаться с другим ПО, который у нас работает, и инженер как раз это проверяет, прежде чем ответить да-нет. Так, чуть с опечаткой, но, по-моему, я понимаю, можно ли переразбить диск, сменить размер iNode на ваших серверах? Ой, какой замечательный технический вопрос, заданный гуманитарию. Это в социальных сетях спросили? Нет, в приложениях. В приложениях? У нас в приложении, в мобильном, мы все вопросы принимаем через наше мобильное приложение. Удобно-то как? Вот вопрос в приложении. Я, если этот вопрос через приложение, блин, как же ответить на него? В общем, на этот вопрос гуманитарий ответить не сможет в любом случае. Но у нас есть социальные сети, в которых можно задать этот вопрос, и там уже ответят. Есть номера техподдержки, в которых тоже ответить. Понятно. Или можно со мной и с нашими помощниками… А весь саппорт просто мне технический, он у меня внизу. Понятно. Можно тогда со мной или вот с Володей потом немножко позже тогда ответить уже в самом приложении. Еще вопрос, чуть-чуть провокационный от меня лично. Если установка какая-либо патча, заплатки и так подобное привела к какому-либо сбою на самом сайте, что делаете? Проверяется песочница, предварительно все заплатки и прочее. Если это, например, какие-то… Невозможно все протестировать в песочнице. Вот прямо по опыту просто знаю, что мы… Восстановим, откатим назад. То есть просто дальше нам откат и дальше уже конкретная работа с клиентами. Так, я понял. Сейчас еще раз гляну приложение. Так, на данный момент пока все. Спасибо еще раз.